Привет, я Тед. Крутейшие новости. Очень крутейшие, потому что была поставлена задача придумать, как бы можно было играть протосом, но при этом не тратить миллиона пм на различные ненужные, неинтересные задачи в каждой игре. Для примера, нужно не только разведывать, Теран будет строить прокси или не прокси, нужно еще открываться обязательно в адепта, обязательно кидать тени на рампу Терану, чтобы понимать, это будут гелионы, которые поедут к вам, это будет 2 гелиона, либо это 4 гелиона, которые приедут, либо это будет дроп гелионов, и это нужно постоянно мониторить, постоянно немножко адаптировать свой билд, место, где мы строим свой билд, ну и прочие такие вещи. Это на самом деле скучно, монотонно, и просто ты делаешь кучу одинаковых действий, которые, опять же, просто пытаются перекрыть какие-то края стратегии соперника. Хочется спокойно, равномерно играть в стратегию, думать, принимать решения, и я придумал, как это сделать, поэтому смотри. Показываю, какой я сделал тест. Пустая карта против бота, играю и делаю открытие Gate Cybernet Connectsus. Делаем все стандартно, все как обычно делаем со стандартной разведкой, то есть ничего не меняем в обычной игре. Для такой, опять же, стандартизации я делаю несколько юнитов и как технологию делаю роба. Просто чтобы, опять же, держать какой-то плюс-минус стандарт. Из роба я делаю три апса, и я доварпываю юнитов по мере возможности, чтобы сделать в общей сложности 5 сталкеров и адепта. То есть, естественно, могут быть вариации в виде там с N3 или еще кого-то, но мы делаем 5 сталкеров и адепта. Дальше были две вариации. Первая — это в которой мы, как обычно, делаем третью базу, насыщаем ее минералами, потому что газы мы против терана ставим только в том случае, если мы уверены, что теран не идет на нас в пуш. Если он идет на нас в пуш, мы должны, опять же, газы не ставить, чуть-чуть замедлять свою технологию и готовиться к отбитию. Все это нормально, все это прикольно, но давайте посмотрим дальше, что у нас есть. И отсюда я просто подумал, окей, как нам сделать игру вариативную, но при этом не зависит от кучи рандомных факторов. Посмотрел, сколько будет добыто на каждой минуте этого билда, со второй минуты буквально. И сколько будет добыто и минерала, и газа. Почему именно это важно? Вот давай вернемся к самому началу. Зачем мы вообще строим рабочих и добываем ресурсы в StarCraft? Чтобы их добыть и, соответственно, потратить. Поэтому мы, если совсем, грубо говоря, из наших открытий, каких-то действий, приходим к каким-то точкам. То есть здесь у нас точка будет, к примеру, вот что. Если мы играем это открытие, то на шестой минуте у нас будет 2700 минерала и 1300 газа. Это с учетом, что я надел пилонов, которые, ну, такие, про запас сделаны. То есть вот 2600 минерала и 1300 газа на шестой минуте мы можем куда-то потратить. И, ну, можно придумывать, куда их, естественно, тратить. Вот. Запоминаем, что... То есть есть такая точка. При этом открытие, оно как формировалось? Я посмотрел недавно старые игры Wings of Liberty и Heart of the Swarm. И там всегда процессы открывались... Там была другая экономика, и было нормально открываться в одного-в двух зелков в самом начале, чтобы просто хоть какие-то юниты были. И это было нормально ставить Nexus попозже. То есть так все играли. Но потихоньку мета так вот мутировала, 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 и от этого избавились. То есть почему строился зелот? Все было легко и просто. То есть был такой мув, в конце концов. Я играл еще в такую мету, где мы заказывали зелота, спускались пробкой вниз, и если там стоит инженерка, мы, естественно, строим зелота, уничтожаем инженерку. Если инженерку нет, мы отменяем зелота, ставим чуть-чуть раньше Nexus. То есть вот такая мета была. И мне понравилась эта идея. Я решил, почему бы ее не использовать? И посмотреть, в какие точки мы придем, если мы так будем каждую игру играть в современной мете. Логически, логически, и все игроки, опять же, логически вот играют, но при этом не смотрят на цифры и на все остальное. Кажется, что если мы возьмем и, например, не поставим Nexus вот минуту 35, то мы будем очень сильно отставать по экономике. У нас будет там не хватать минералов, ресурсов на все остальное, и будет реально плохо и тяжело нам жить, существовать и все такое. Логически, это правильно, что чем раньше мы поставим Nexus, тем больше у нас будет экономики. Но у Protoss есть такой прикол, что у тебя юнитов нету. Если на тебя идет прессинг, то ты поставил Nexus рано, но большая вероятность того, что ты потеряешь очень много пробок и проиграешь игру, и куча игр на просцене так проигрываются. Что же не бралось в расчет, ребята? В расчет никто не берет то, что чтобы поставить Nexus пораньше, мы все равно останавливаем производство пробок. Один из моих недавних билдов, которых я сам придумал, как раз-таки на этом и основывался, что мы где-то немножко пробок не останавливаем, ставим что-то чуть-чуть позже или раньше, и очень классно выигрываем. То есть я там позже добывал газ, но зато раньше ставил Nexus. Была такая интересная история. Что я придумал здесь? Показываю. Это пилон, гейт, газ, газ и еще один буст в пробок. Еще один пилон. То есть мы вот просто строим пробок без остановки, ставим кибернетку, как только это возможно. То есть, грубо говоря, играем в StarCraft как по книжке, как задумали Близзы в самом начале. Я уверен, они тестировали такую историю, как непрерывное производство, или у них есть какая-то мат-модель, которая ее поддерживает. И вот здесь как раз-таки такая же история. Мы заказываем зилотом и этим зилотом, соответственно, готовы отбивать 12-й пул, например. То есть мне хотелось один и тот же билд на ПВЗ и на ПВТ в идеале. И здесь я отменяю зилота против терра на всегда, наверное. Против зерга можем всегда оставлять. Ставим Nexus чуть-чуть раньше. Показываю, что дальше происходит. Вот кажется, да, мы поставили Nexus на полминуты позже, но у нас уже больше пробок, и мы уже добываем второй газ. То есть нам не нужно ждать какое-то время. У нас газа больше. Вот здесь сейчас я показываю сталкера в этом повторе. Но вообще я придумал еще в центре открываться. Сейчас объясню, почему и какие у нас плюсы. И насколько это прикольно. То есть сталкер в центре. В общем, три юнита из гейта идет. Идет роба, идет второй гейт. Накачиваем вторую базу. Но опять же, кажется, да, что вот мы третья минута, мы не добываем. Какие у нас вот плюсы отсюда? Сразу говорю, классный плюс. Вот к нам сейчас пришли с какой-то прокси неразведанной. Мы берем, отменяем Nexus. Подумайте. То есть у нас не стоит Nexus уже давным-давно, и мы такие, ой, 400 минерала пропадает. Мы со спокойной душой его просто отменяем, и все. И дальше продолжаем играть спокойно. То есть у нас все готово. Если здесь инженерка, у нас ZIL от заказа, но у нас газ уже добывается, и мы намного раньше придем к терну в контратаку. То есть вот это очень классный прикол. Потому что обычно мы спускаемся, видим инженерку, и потом думаем, куда нам потратить наши накопленные ресурсы, а мы пробок не строили, там газ не ставили, то есть, а здесь уже все готово. В общем, вот кажется, что все супер плохо. Но что самое интересное, что это более гибкий билд, в котором можно думать о игре в StarCraft. И к шестой минуте, опять же, вот я смотрел плюс-минус, если играть, например, двух базовые олыны, это будет приход примерно к шестой минуте, к седьмой минуте, смотря сколько мы соберем. И к шестой минуте, несмотря на то, что у нас происходило, у нас абсолютно те же показатели по ресурсам. Мне показалось это очень интересным. И я сделал вот такую табличку, ребята. Я взял на три базы, на две базы, и потестировал все открытия. То есть, это открытие ПВЗ мое такое халявное, интересное, которое в гайдах последних было. И что я заметил? Да, в ПВЗ мы имеем супер-супер-супер-классную против зергоэкономику. Супер-классную. И тут у нас больше пробок, и больше газа добыто, и больше минерала. То есть, ну, тут логично. Но против зерго, хоть мы и имеем классную экономику, хоть все это здорово, тем не менее, три базы смысла я не вижу. Зерго все равно будет больше. И, ну, не знаю, это надо будет тестить. Но против зерго нам нужна статическая защита. То есть, вот эти дополнительные добытые ресурсы мы как раз-таки можем подпихивать в батарейки, что тоже приятно. То есть, вот эта вот идея, мне понравилось ее протестить, что, в принципе, у нас есть ресурсы. Но, что самое интересное, гейт Кибернетка Нексус, который все играют сейчас против Терена, имеет абсолютно те же показатели по ресурсам, что и мое открытие, где у нас идет два газа Кибернетка Нексус. То есть, абсолютно то же самое. Мы имеем те же 2000 газа на седьмой минуте, мы имеем те же 4500 где-то минералы на седьмой минуте, если играем в две базы. То есть, если играем в три базы и достраиваем пробок, имеем меньше, естественно, минерала, потому что он был вложен в базу, в пробок и во все остальное. Что интересно, что, в принципе, двухбазы All-In не так и плохо смотрятся со своими 4400 свободными минералами. Потому что у нас будет огромный лимит вложен. Хотя тут можно и поспорить, в принципе. Но это не суть. К чему я пришел, ребята? Посмотрите на этот билд в конечной форме. Вам же явно хочется посмотреть, как это выглядит в игре. Теперь не против бота. Игра тестовая в Алмазе игралась. Против нас Терран попадается. И показываю вам, что вижу я. Что вижу я. Это очень интересно, на самом деле. Смотрите, получается. Спокойно сидим, открываемся. Все как обычно. То есть, даже чутка где-то нашел время пробкой посмотреть. Вдруг кто-то уже портит нам настроение, так сказать, своей инженеркой. И мы заранее это увидим. Это тоже приятно. Наполняем газы. Идем ставить на 25-м лимите наш Nexus. Видим, что никто нам его ставить не мешает. Отменяем зилка. Ставим Nexus. Все круто, все понятно. Этой пробкой поехал посмотреть Proxy. Открываюсь в Sentry. Sentry первую. И вот здесь интересная тема. Если мы играем стандартно, у нас уже второй Nexus готов в 2.25. Уже готов. Уже на нем даже парочка пробок трудится. И в какую ситуацию мы попадаем. На современных картах заблочить рипера нормально невозможно. То есть, рипер может прыгать где хочет, сколько хочет, летать, смотреть все, что хочет. Вообще просто залетает и смотрит у вас на базу. По той простой причине, потому что если вы не спуститесь его, например, вот здесь напрягать, он начнет убивать ваших пробок, вам нужно спуститься, а он такой хопа облетел быстрее, чем вы. Поднялись по рампе, уже посмотрел, что сверху. То есть, вам приходится напрягаться, чтобы от него отбиваться. Потому что у вас две базы и один юнит. В то время, как у Терра на дома стоит бункер, и вы ему, в принципе, ничего не сделаете, а у вас летает рипер по базе уже. Хотя ваш юнит только-только вышел. А здесь мы эту ситуацию полностью убрали. Понимаете? У нас есть одна база, на ней есть юнит. Рипер ничего нашим юнитом сделать не может, естественно. Он может постоять, постреляться с энтрин, он ей проиграет. И почему первая с энтрин? Потому что нам, опять же, нам не горит спускаться, защищать эту базу. Вот абсолютно не горит. Мы смело можем стоять. Вот у нас сталкер выходит. И к этому моменту у нас накапливается энергии на иллюзию. И вот у нас летит иллюзия. И понимаете, мы в 3.15, в 3.15 мы полностью видим, во что играет соперник. По этой причине, я думаю, даже против зерга так играть. Раз мы плюс-минус имеем те же ресурсы, что и соперник, в принципе, в принципе, почему бы нам не играть так, потому что вот мы прилетаем в 3.20. Если бы я играл стандартно, я бы увидел, что террин заварился, что у него здесь стехлаба, мне бы надо было догадываться, во что он играет. И мы со стандарта не можем узнать, во что он играет в течение где-то 4 минут. То есть мы точно знаем, что это одна база, например, эту базу он мог спрятать, и мы вообще не понимаем, во что он играет. То есть мы догадываемся, мы полностью блокируем производство пробок, готовимся к пушу, а это там не пуш, а вот просто такое вот интересное у него открытие, там с ядерками, с инвизом, вот он хочет поиграть. Но на нас это не повлияло никак. Мы просто спокойно делаем свой билд, на нас ничего повлиять не может, и мы лишь принимаем решение. То есть мы разведали, и у нас есть два буста, засинхроненных в Nexos, заметьте, у Nexos почти одинаковая энергия, и мы просто кидаем тогда такие, ну ладно, вроде гасты нам угрожать не будут, потому что у нас есть и Observer, и юниты. И мы уже решаем, Observer пойдет в атаку, он будет в защиту от невидимых мин лететь, он будет ловить дропы, то есть мы уже полностью начинаем думать и играть в StarCraft, а не просто делать однотипные действия, скучные и унылые, вот так вот. Затем получается два газа, все как обычно, и я решил сыграть Valin с Immortal Огрелками. Почему Immortal Огрелки, я объясню чуть-чуть позже. Вот, и на четвертой минуте у нас открывается еще один скаун, заметьте, и мы к пятой минуте можем опять же понять, это очень круто, то есть мы можем к пятой минуте понять, вот с этой вот, с этой вот установки, с этого билда, мы можем на пятой минуте взять и принять решение, хотим мы ставить вторую, третью базу или нет, то есть по разным параметрам, и вот это очень круто, на самом деле, то есть пробку я сюда отправил, она бегает, сейчас прибежит Джост, мы его прогоним, все нормально, все спокойно, делаем Immortal Огрелочки, полностью готовы, идем в атаку, седьмая минута, три Immortal Огрелки, четвертая летит с базы уже, где-то тут должна там достраиваться, приходим, атакуем, вот такой вот мощный состав, вот такой вот мощный состав, мощный пуш, мощный алл-ин, прошу заметить вот такие вот интересные точки, смотрите, седьмая минута, седьмая минута, запомните, у нас 115 лимита, 120, 120, запомните, 120 лимита на седьмой минуте, из которых 76 армия, кажется немного, да, 76 лимита армии на седьмой минуте, давайте покажу вам еще одну штуку, блин колын, это тоже вот отсюда же такая вариация, как например, это, с этого же повтора я просто запустил, посмотреть, будет, так сказать, работать история или нет, если я вместо роба поставлю твойлайт, и решу сыграть блин колын, пока повтор мотается, объясню, как я так решил, смотрите, я взял вот, вот это вот все, то есть я взял, сколько у нас есть ресурса, на пятой, шестой, седьмой минуте свободного, и его раскидал на то, сколько примерно юнитов на каждой минуте я могу построить, то есть теоретически, на пятой минуте у меня может быть 15 сталкеров, с прокси пилона, с блинком, то есть я взял, добавил сюда 150 минерала на этот блинк, ну и получилось, что еще плюс 10 сталкеров к стартовым пяти, получится или нет, и здесь, как вы видите, очень много составов, очень-очень много составов, что дает нам разнообразие в нашу игру, показываю вам, ребята, пятая минута, то есть получится или нет, так сказать, математику привести в реальность, считаем, считаем, ребята, 15 сталкеров, да, то есть математика не врет, циферки не врут, все реально так и есть, пятая минута, 15 сталкеров уже готовы атаковать террано, вот, и что самое интересное, почему это интересно, ребята, это интересно по очень классной причине, посмотрите на тоже пятая минута, пятнадцатая секунда, как и здесь у нас в реплее, матч инновейшн против трапа, угадайте, сколько у террано лимита, то есть у инновейшн, у нас на данный момент, ребята, 68 лимита, 32 армии, у инновейшн на на этой же минуте 67 лимита, 24 армии, понимаете, 24, почти в два раза террано меньше, чем протаса, на вот этой минуте, если мы играем вот этот мой билд, причем террано, который играет в топе GSL, который играет в финалах, полуфиналах, выигрывает GSL, понимаете, вот с таким вот открытием, мы можем, в принципе, защищаться от чего угодно, и приходить в жесткие атаки, с жесткими лимитами, при этом все будет выглядеть очень странно, то, что мы делаем, то есть это будет тяжело понять сопернику, потому что это очень необычное открытие, и будет казаться, если он логически думает, что у нас никак не может быть нормальной экономики, чтобы сделать нормальные лимиты, это очень круто, посмотрите следующий кусочек, то есть вот это у нас пятая минута, пятнадцатая секунда, а вот это вот у нас седьмая минута, седьмая минута, как вы помните, у нас было 80 боевого лимита, и у нас было 120 лимита, показываю, показываю, 116 лимита террена, это я специально выбрал игру, где не было потерь, то есть чтобы это было реально честно, то есть нас поровну по лимитам, по 120, при этом у нас боевого будет больше, чем у террена лимита, и мы можем спокойно прийти, теоретически, и прогнать его с третьей базы, если мы нормально расконтролим, будем сражаться по-человечески, но при этом стандарт, когда мы играем, у трапа, посмотрите, 108 лимита, то есть протас всегда отстает от террена, всегда отстает от зергов, протасу всегда приходится страдать, и пытаться с самого начала игры, вырулить ситуацию на современных билдах, как все играют, но с моим билдом этого делать не придется, то есть у нас всегда будет преимущество, поэтому, ну, к вам, к вам, к вам, к вам, вот такое вот простое предложение, накидывайте лайков, сюда, прям на этот видос, чтобы он продвигался, чтобы на нем появлялись лайки, просмотры и прочее, 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 если вам интересно увидеть все вот эти вот алыны, то вы их увидите, вот, если вы играете не за протасов, а вам интересно тоже алыны за террано, за зерга, то ваш путь в комменты, в комменты, начиркайте, если я вижу, что у вас много терранов и зергов, ребята, все для вас, вот, ну, а с вами был Тед, надеюсь, вам понравился такой креативный, классный билд, такая крутая идея, увидимся на стримах, всем пока!